Девушки отдыхают Девушки отдыхают В своих высоких отношениях техничка и вахтовик отправились на другое шоу ДНК Но вопреки обещаниям исправиться, пить и хвататься за холодное оружие Анастасия не перестала И меньше чем через месяц после своего звездного часа вновь оказалась в центре скандала Вместе с очередным собутыльником Александром Бруско Боярова отдыхала в гостях Для принимающей стороны алкогольные посиделки закончились потально 25 ноября 2023 года в городе Болотные подозреваемые распивали спиртные напитки вместе со знакомыми, находясь у них дома Между выпившими произошел конфликт, в результате которого гости совместно нанесли множественные удары руками и ногами в область жизненно важных органов потерпевших В ходе застолья Боярова обвинила бывшую сожительницу своего отца в том, что из-за нее он лишил себя жизни Слово за слово между женщинами завязалась потасовка Анастасия вооружилась фарфоровой кружкой и стала неистово избивать лежащую на диване жертву Затем к подельнице присоединился Бруско и потушил сигарету о второго потерпевшего После фразы «Ну что добиваем» Боярова нанесла клинком ножа не менее двух ударов по телу мужчины, один из которых в грудь Убедившись, что потерпевшие не подают признаков жизни, подсудимые с места совершения преступления скрылись В результате совместных согласованных преступных действий Боярова и Бруско наступила смерть потерпевших Пытаясь инсценировать ограбление, Анастасия Боярова устроила в чужом доме беспорядок и прихватила мобильные телефоны жертв Так что кроме группового двойного убийства, ее признали виновной в краже К новому сроку присоединили неотбытое наказание по предыдущей судимости за причинение легкого вреда здоровью Назначить Бояровой окончательное наказание и лишение свободы на срок 15 лет 2 месяца Среди правительной колонии общего режима Двоих детей Анастасии забрали органы опеки Раньше охотно раздававшая интервью звезда федерального эфира Сегодня на вопросы нашей съемочной группы отвечать отказалась Не сожалеете о содеянном девочке, дочери без вас теперь будут расти? Без комментарии Александра Бруско приговорили к 15 годам строгача В пользу родственников убитых сосужденных взыщут расходы на погребение И моральный ущерб почти 2 миллиона рублей На прапорщика напали у стен военного института Росгвардии в Новосибирске Где он несет службу Но коллеги не поспешили на помощь пострадавшему Зато, когда историю придали огласке Она заинтересовала главу СКР Александра Бастрыкина Инцидент снял автомобильный регистратор Хозяин машины уверяет, что повстречал на дороге хамов Сначала черный Рено, после к нему присоединился Хавейл И тоже без госномеров Военнослужащий стал преследовать нарушителей Но когда они добрались до ключ Камышинского плато Как раз напротив НВИ, дерзкие оппоненты неславянской внешности Выскочили из своих иномарок и стали угрожать оружие Проходившие мимо патруль курсанты и офицеры вмешиваться не стали Руководство ВУЗа подтвердило, что знает о ситуации В которую угодил их сотрудник, но не считает ее резонансной Причем в разговоре с журналистами интернет-изданий Начальник военного института генерал-майор Назвал участников конфликта баранами Кстати, как оказалось, в том районе частенько стреляют Жители сразу трех квартир в микрорайоне Ключ Камышинское плато заметили в окнах пробоины Насколько известно, пока никто из них в правоохранительные органы не обращался Но планируют Первый инцидент случился 6 октября И когда хозяйка жилища скинула эту фотографию в общий чат Нашла там других пострадавших Щедрый даритель Оперативники регионального управления ФСБ Уличили бывшего главу Баганского сельсовета Новосибирской области В превышении должностных полномочий Как сообщил наш собственный источник Под уголовное преследование попал Олег Кудрявцев Сейчас он занимает пост заместителя Руководителя администрации Устаркского района А еще пару лет назад, когда стоял у руля другой территории Выделил своему знакомому жилье из маневренного фонда Ненуждавшийся человек заполучил квадратные метры в собственность А когда об этом стало известно, за его благодетелем пришли Он уже на допросе в СК Статья 286, часть 3 Ущерб без малого 2 миллиона рублей Бывший глава Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Мэрии Новосибирска предстанет перед судом Следствие по многомиллионному делу Константина Васильева закончено И прокуратура утвердила обвинение Так в марте во дворец бывшего городского чиновника Зашли правоохранители при силовой поддержке спецназа Сначала Константину Васильеву вменили злоупотребление должностными полномочиями За то, что несмотря на фактически сорванный контракт со скандальным метромиром Он подписал акты и 48 миллионов рублей ушли из бюджета Метромир должен был разработать проектно-сметную документацию На строительство подъездного пути к Плющихинскому жилмассиву Ни бумаг, ни самой магистрали нет и в памяти Когда от управленца стали требовать выполнения обязательств Привезти дороги и транспортную инфраструктуру в нормативное состояние Он занял глухую оборону И в уголовном деле появилась еще одна статья 315-я Злостное неисполнение муниципальным служащим Вступивших в законную силу решения суда Обвиняемый был неоднократно предупрежден судебным приставом исполнителем Об уголовной ответственности Однако умышленно бездействовал В целях возмещения причиненного ущерба Прокуратура обратилась в суд с иском О взыскании с Васильева 48 миллионов рублей В ходе следствия на имущество обвиняемого Наложен арест на сумму свыше 80 миллионов рублей Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Новосибирска Для рассмотрения по существу Тайник с деньгами нашел в Новосибирской области А лабораторию по выпуску мифедрона Обустроил в селе Александровское под Томском Полицейские из соседнего региона Поймали наркодилера и его пособников По словам задержанного в интернете С ним связался неизвестный Предложил за вознаграждение Заняться изготовлением избытом синтетики Мужчина согласился После чего наниматель передал ему Координаты схрона Где была спрятана наличка для приобретения земельного участка Компонентов и оборудования Необходимых для производства так называемой соли В компаньоны Томич позвал двоих знакомых Но правоохранители лишили криминальное трио Незаконного источника дохода На рабочем месте барыг Нашли более 120 килограммов запрещенных веществ Так что их досуг на ближайшие несколько лет Определит суд А в Омске поймали новосибирца наркокурьером На своем кроссовере он заехал в лесной массив В поисках клада с запрещенными веществами Но бизнес теперь придется свернуть В салоне машины у мужчины была сумка В которой оперативники нашли несколько патронов Кроме того, рядом лежал травматический пистолет Под задним пассажирским сиденьем кроссовера На котором передвигался фигурант Полицейские обнаружили несколько пакетов с наркотиками Общим весом почти 5 килограммов Два сверта В герметичных пакетах С веществом Твердым веществом Светового цвета 47-летний новосибирец Работал в незаконном интернет-магазине Межрегиональным перевозчиком Криминальный товар и оружие Ему предоставили кураторы наркобизнеса Грозит дилеру серьезное наказание Вплоть до пожизненного лишения свободы В городе Опь на складе крупнейшего в России маркетплейса Задержали два десятка нелегалов Очередной рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства Провели сотрудники регионального главка МВД Всего полицейские проверили 59 иностранцев 23 из них находились в нашей стране на птичьих правах Их принудительно выдворят на родину И на ближайшие 5 лет запретят возвращаться И последнее Могли бы в Питере пить, но долететь до него не получилось В новосибирском аэропорту Толмачево Сняли с рейса двух женщин с признаками опьянения Дамы планировали посетить северную столицу Однако их не пустили даже в самолет Буйные подружки отказывались уходить с трапа Матерились и провоцировали конфликт с экипажем Бортпроводники вызвали транспортных полицейских Однако агрессивные пассажирки не успокоились И продолжили прорываться в салон лайнера Бессмысленный штурм дебоширок все-таки прервали Их заковали в наручники и доставили в дежурную часть За свое неприличное поведение путешественницы теперь заплатят штрафы На этом пока все Подписывайтесь на наш канал в Телеграме Экстренный НСК В студии работала Мария Никитина До встречи на ОТС Субтитры создавал DimaTorzok